Мы подумали, что это жарко, зачем нам в студии сидеть, закрытой, париться. Сегодня мы рассказываем о двух программах по развитию деток. У меня, похоже, не все книжки. Значит, это «Школа семи гномов». Это известная программа развития ребенка. На каждый год у них есть свой комплект тетрадок. И у меня комплект, по которому я занимаюсь с Оливией, «Говорим с пеленок» от «Умницы». Это программа речевого развития от нуля до трех лет. У меня был вопрос, что лучше купить, потому что про «Школу семи гномов» очень много говорят. «Говорим с пеленок» – менее распиаренная программа, но стоит намного дороже. И я очень долго думала, что же выбрать. Я бы никогда не купила «Школу семи гномов», если бы нам ее просто не подарили. Мы подарили, нам приходится заниматься. Заниматься. Значит, что это такое? Сразу скажу, я не рекомендую. Сразу скажу. Но обзор мы сделаем. Обязательно вы будете выбирать. Как говорится, я не люблю кошек, вы просто не умеете их готовить. То есть, может быть, я просто не умею заниматься, да, с детками. Значит, тогда я предлагаю рассказать просто, из чего состоит, сколько стоит и в чем заключается смысл. Да. Ну, вот такие вот книжечки, всего их 12 штучек. Вот этих вот 12 штучек. И каждая книжка, она развивает какой-то там навык, грубо говоря, у ребенка. В чем смысл? Смысл в том, что ребенка учит механически, рефлекторно что-то запоминать и что-то делать. И в данной книжке, ну, давайте вот, например, даже что взяла, да, цвета. То есть, что, какого цвета. А значит, данная книжка заявляет, что нужно, эта книжка заниматься вот именно по цветам где-то с 8, вроде бы, 9 месяцев. Ну, мы начали пораньше заниматься, естественно, немножко я начала показывать. Да, где-то даже с 60 месяцев до года. То есть, здесь есть различные картинки разных цветов. Нужно ребенку постоянно показывать и говорить, вот это такого цвета, это такого цвета, такой цвета. То есть, мы учим цвета. Нас, думаю, ребенок пока еще реально не понимает. Он просто механически будет заучивать. Как, например, когда с ребенком играют там, где глазки. Если 500 раз ему повторить, он покажет, где глазки. Но он не понимает, что такое глазки. И он не понимает, что от него хотят. Это просто рефлекс. Ну, а цвета же надо показывать. А он откуда узнает, что ты сидишь? Цвета надо показывать. Просто не с 6 месяцев, как мне кажется. Немножко, наверное, новак. Там есть еще карточки черно-белые. Да. А черно-белые карточки, это да, это книжка, я вот не знаю, скорее всего, мы ее изгрызли, потому что это с самого рождения показывает. Просто, просто показываешь ребенку. Там черно-белые квадратики, кружочки, какие-то спиралики черно-белые. Да, считаете, что с рождения ребенок видит только в черно-белом? Да, и модуль тренировки глаз. Сейчас вот эти карточки показывают, потом показывают цветные. Следующая книжка, которая мне очень нравится, это вот «Прибаутки для малютки». Ну и то, потому что в ней просто очень красочные такие картинки и написаны такие прибаутки. Кристине очень нравится, когда эти прибаутки читают, и она любит рассматривать, но то, что она любит из этой книжки, это просто как поковырять, погрызть и так далее. В каждой книжке есть вот такие вот картонные вкладочки в «Семь гномов», есть инструкция, что нужно делать и как играть с этими карточками. В принципе, интересно, то есть вот эта книжка, она в принципе интересна. Она написана, заявлено, что у нас с 10 месяцев, но мы все равно ее просто читаем. И вот в самом начале здесь идет инструкция для родителей, как заниматься. Да, 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 да. Ну тоже неплохо, да, да, все верно, что ты знала, что ты делала. Далее, в суде, потому что ты карточки отсюда не вырезала, вы по ним не занимаетесь. Мы только читаем, да, по карточкам мы не занимаемся, там заявлено, что из 10 месяцев нужно заниматься, поэтому мы не вырезали. Дальше, «Сложи картинку», очень интересная штучка, но пока немножко как бы там рановато, как мне кажется, потому что это для детишек уже ближе к году и после года, то есть улетает ваша детка. Здесь, посмотрите, здесь нужно разрезать картинку, перемешивать, да, получается, и ребенок должен сам находить части. То есть ему дашь автомобиль и барабан, там, да, например, он должен сложить все-таки автомобиль, да, или там барабан должен сложить. Ну, смотри, обычно бумага, да? Да, да, да. Как думаешь, на сколько раз она хватит совсем ненадолго, учитывая, что... Сколько раз Кристина тут жует, то есть вот это как бы не очень. Дальше. Эту книжку мы с удовольствием читаем. Она немножко тут потаскана, «День и ночь» называется, ну, якобы ребенок должен какие-то навыки тоже, да, приобретать, что-то делать с ним. Не написано, что из 10-12 месяцев данная книжка, но посмотрите, очень как бы так красочно, картинки и, самое главное, стишочки. Потому что ей очень нравится Кристине, когда мы читаем стишочки, тоже тут есть вкладочка картонная для того, чтобы развешивать день, ночь, солнышко, звездочки. То есть целый как такой вот театр получится. Дальше. Вот это моя любимая книжка «Котик-коток» называется. Как раз видно, конечно, что она потаскана. Любимая потому, что тоже просто мы показываем картинки и просто читаем различные стихотворения. А ты объясняешь по картинкам нам? Это котик, у него там полоса. Ну, конечно, 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 обязательно. Да, и как раз вот эта вот книжка и книжка «Где при болотке», она направлена на эмоциональное развитие ребенка. Потому что считается, что самое главное с ребенком эмоционально разговаривать, улыбаться, эмоционально читать стихи. И вот это вот эмоциональное развитие, оно как раз и помогает в развитии всех остальных навыков. Да, да. Кстати, известно, считается, что слова, произнесенные с особым выражением, имеют особенное влияние на человека. Именно поэтому там всякие заговоры или там песенки или колыбельные, они делаются в рифму с определенным, с необычным рифмом и интонациями. Все верно. Но остальные книжки мы пока не использовали, они тут написаны, что они ближе к году. Квадратики, кружок, там это с 10-11 месяцев. Здесь мы изучаем формы, да, то есть круг, разный, тут. Есть такая вкладочка специальная для изучения формы. Это мы не делали. Далее. Моя первая книжка, мы тоже только ее просматривали, она тоже для того, кто что делает. Есть замечательная такая штука, чтобы вырезать игрушечки. Мы этим пока не занимались, мы пока до этого не дошли. И вот она самая первая книжка. Ну, для успокоения мамы, я думаю, можно вот ее, наверное, но не стоит покупать весь этот комплект, это можно найти в интернете. Значит, что это? Здесь картинки, которые показывают, вот ребенка из роддома принесли и начинаете показывать. Начинаете показывать вот с этих картинок. Так они глазки тренируют, фокусироваться учатся. Да, да, да. А ребенок как раз видит вот только такие цвета. А мы, знаешь, у нас были такие картинки, и у нас был над кроватью такой мобиль, который вертелся. Да, я делал у тебя в сториз. Да, и там вот на ту площадку, с которой всякие эти штуки свисают, мы просто эту спиральку приклеили вот так. И когда она крутилась, ребенок просто рассматривал. Да. Значит, также эта книжка, в принципе, может быть использована для того, чтобы вырезать, выдрать вот эти вот картинки, развесить по дому и на стены, да, везде, и просто ходить с ребенком, таскать его на руках и эти картинки показывать. Угу. Вот, собственно, и все. Эти книжки не стоят своих денег, я вам могу сказать. Ну, они стоят где-то, ну, больше тысячи, тысячи двести, тысячи двести или полторы, в зависимости от магазина. Я считаю, что всем этим можно заниматься самим, то есть эти книжки, в принципе, не нужны. Угу. Для этого есть интернет, для этого есть другие книжки, игрушки и так далее. Да, и вы можете вот эти, например, с вами интересна какая-то часть, да, то можно эти книжки на скрупе, я знаю, поделиться. Там есть листок, каждая книжка. Ну, книжка этого не стоит. Вот такой мой взрослый. Я продолжаю заниматься только потому, что нам подарила бабушка наша. Вот так. Я буду хвастаться, потому что я очень довольна. Называется «Умница Ко» или просто «Умница методики раннего развития», которые разрабатывают. У них пять программ, направленных на развитие ребенка. Это «Говорим с пеленок», вот в этом оформлении это самая последняя версия. Есть «Читаем с пеленок», «Считаем с пеленок» и программа эмоционального развития ребенка. Вот. Что мне здесь понравилось? Когда у меня был вот этот комплект книжек, для меня это было просто тоска. Я думала, неужели вот с этим всем заниматься каждый день? Это сад, да, да, да. Ты правильно сказала, это реально тоска. Да, да. И приходилось книжки отбирать у Алии, потому что они бумажные, и она все время жует, ей интересно. А как бы смысл выставать книжки, чтобы потом их забирать, ну, как бы тоже не вариант. Итак, что у нас в коробке? В коробке появляется весь зажеванный пченок Веня. И в этом вообще, я считаю, гениальная мысль. До года, конечно, это еще не так. До года мы просто пока его жуем, но потом, когда вот рекомендуют на игрушках заниматься, типа, давай всех игрушечек спать уложим, и ты тоже укладываешь. И вот здесь все это, свиньи идешь чистить зубы, волчонка потом укладываешь спать, и сама тоже ложишься спать. Вот, ну, пока мы его только жуем. Потом здесь есть пестоволки. Ой, слушай, дай мне хоть посмотреть, это получается в они... Пестовок ребенка, это когда вы занимаетесь с ним в тесной эмоциональной и телесной связке. И здесь все очень удобно показывать. Вот, например, здесь в школе семи гномов есть стихотворения, которые говорят при том, когда ребенок умывается. Водичка, водичка, умой моя личико, чтобы глазки блестели, чтобы щечки олели. Просто как стихотворение с красивым рисунком. А здесь водичка, водичка... Даш, скажи сразу, сколько такой набор стоит. Такой стоит 4 с чем-то, 4 с половиной, но я нашла на Авито, за 3. В иллюстрациях показано, что делать с ребенком. Например, водичка, водичка, открываем кран и подставляем под струю ладошки. Чтобы глазки блестели, аккуратно моем глазки. Здесь это очень хорошо показано. Потом еще вот умывалочка, водичку в ладошки умоемся немножко. Включаем кран и предлагаем малышу поставить ладошки под воду. Мне кажется, это гениально. Вот это вот просто гениально. Слушай, ну неужели вот эти пест-волки нельзя найти в интернете? Давай тоже альтернативу. Можно найти в интернете. Я считаю, что вообще можно, не знаю, отфоткать и распечатать, да, у кого есть такая штучка. А здесь показано там, потягиваем ребенка за ручки, потягиваем за ножки, поглаживаем в голову ребенка. У нас с Оливей уже ладушки-ладушки, где были бабушки, все уже выучено. И когда только говорит ладушки, она вот сразу же начинает улыбаться, потягивать. И она знает, в 8 месяцев, знает, что мы сейчас будем делать. Да, да, ладушки-ладушки-ладушки. Плюс эти карточки в том, что они яркие, Оливей с ними играет, но они на плотной бумаге, и они заламинированы. Шикарно. Дальше. Это наши любимые карточки. Здесь есть набор карточек, которых тоже прям с нуля можно использовать. Это бормоталки и подражалки. Так, подражалки, они оформлены вот таким образом. Это тоже набор ламинированных карточек. И здесь показан предмет, про который мы будем сейчас разговаривать, и показано, как он разговаривает. Обалдеть! И вот тут смотрите, тут сзади картинка, а сзади текст. То есть я, получается, показываю картинку и сама читаю. Да. То есть я считаю, неправильно, когда показывают, кто это идет, это аф-аф идет. Вот так неправильно разговаривать с ребенком. То есть он не знает, что это собака, он знает, что это аф-аф. Но взрослые же так не разговаривают. Но вам, например, показывается. Вот, например, щенок. И вы разговариваете. Добрый деду Бобе, добрый пёс в спальню тапочки принес. Пёс шагает в хвост за драк, порда лает. И вы сначала говорите гав-гав-гав. А потом ребенок, когда он запоминает чуть постарше, он уже сам добавляет. Хорошо, Даш, ну вот с этим непонятно, да, с животными эти, вот му-му, га-га-га и так далее. А вот это что такое? Мими-ми-ми-та-та-та-та-та-та-та. А вот это бормоталки. Бормоталки. Бу-бу-бу приглашают всех в избу. И это пу-пу-пу мы рассыпали крупу. Предлагается там, где твердый и звонкий глас, но говорить это громко. Бу-бу-бу. А те, которые глухие, их тихонечко. Пу-пу-пу. Чтобы ребенок различал. Я думаю, что он сами буквы должен как-то запомнить. Па-па-па. Вот. Па-па-па. Да, просто я говорю предложение, и ребенок за мной бу-бу-бу-пу-пу-пу-пу. Вот это все повторяет. Здесь воспитывается ритмическое воспоминание, запоминание. И последнее слово, например, мы рассыпали крупу. Слово крупу рекомендуется прохлопывать. Кру-пу. Чтобы ребенок тоже чувствовал, как слово делится на слоги. Это у нас любимое. Я сажаю Оливию. За столик, стулья для кормления, насыпаю. Ей ягоды, когда их там живет. И я вот это все друг за другом вот так показываю. Очень удобно. Карточки также ламинированные. Если попадают в рот Оливия, то с ними ничего не справится. Это подражалки и бормоталки. Дальше еще наша любимая книжка про самых маленьких. Ее прям тоже с нуля можно использовать. Она на толстых пенопленных. Ой, удобно погрызть ее. Конечно. На это рассчитано. Плюс сверху закатано все ламинированными страничками. Здесь показаны животные в их маленьком размере. Про каждого животного все рассказывается. И что важно. Вот, например, цыпленок. Здесь ключевые слова выделены жирным. То есть, когда молодая мама читает сказку, она не знает. Ну, читает и читает. А здесь показано, как именно, с каким именно выражением читать. Например, это цыпленок цыпа. Он еще совсем маленький. И слово маленький надо так выразить, чтобы... То есть, там расставлены акценты очень хорошо. Да, да. Цыпленок бегает по двору. Когда бегает, там можно вот так вот. Нежки стучать, как будто бы он бегает. Пищит пи-пи-пи. Он хочет кушать. И кушать дернышки. Показывает вот так вот. То есть, берете ребенка ручку. И вот так. Давайте покормим цыпленка. Покажи, как цыпленок льет дернышки. Ребенка кучится. Потом это все показывает. И здесь все то же самое. Там мышка прячет. Слоник топает. Там ежик говорит. Фыр-фыр-фыр. Вот. Это вообще классно. Книжка. Мы по ней с удовольствием занимаемся. Слушай, подождите. Но сразу хочу спросить. Но ведь рано или поздно, все равно, наверное, это надоедает. Если одно и то каждый день. Или нет? Одна и та же книжка, одни и те же. Вот у меня младший брат, он, например, мог смотреть мультик «Не знаю, куда он у него». Это 128 раз в день. Я тоже думала, как так? Почему он не наедает? Я думаю, что это вот взрослым касается. А у детей как-то по-своему все. Потому что потом, по идее, когда она научится воспроизводить, она будет узнавать знакомого цыпленка, например, и говорит, да, да, он пи-пи-пи вот покажет. А, что это так? Так я про это говорю. Вот. И что удобно? Здесь справочник для родителей, получебник. По каждому году жизни расписано, какие навыки развиваются, что нужно делать. И показываются дополнительные игры в каждый период, в каждый месяц. Дополнительные игры, например, с карточками-бормоталками. Например, вот здесь написано, что 8 месяцев уже можно предлагать ребенку карточку с Луной, да, и, например, сказать, возьми Луну. И как бы ребенок должен брать. А если ребенок не берет, надо ему вкладывать в ручку и показывать, что вот это называется возьми. Когда тебе протягивают, а ты это берешь в руку. И также оттренировать. Дай маме Луну, например. Ну, до этого мы пока еще не нашли. Вот. И здесь еще целая стопка. Книжка-говорилка. Как волчонок хвост менял, как мишка мячик искал, как ежик потерялся, а что это за книжки? Это для... Просто читать? Для более взрослого. А, понятно. А, ну, потому что набор до 3 лет, да? Да, да. И вот еще на улице книжка-повторялка. Мои игрушки. Вот это прям все базовые. Вот мяч, мяч прыгает, бах-бах. А это кто? Это кукла-кукла в платье. Как много игрушек у Вени. То есть те мотивы, которые были на карточках, они из года в год повторяются, и ребенок их узнает, ему интереснее с этим работать уже. Вот тут мои игрушки, моя семья. Вот потом мы знакомимся, что у волчка Вениамина есть, оказывается, семья. Они там всякие штуки делают. И здесь также выделены акцент на слова, на которых надо поставить акцент. Вот, а этот набор стоит 4 с чем-то тысячи. Набор читаем с пеленок. Я нашла Ада. Я нашла фамилии за 1800. Что за читаем с пеленок? Это такой же набор. Там набор карточек со словами. Он тоже стоит около 4. Ну как ты думаешь, этот набор стоит за эти деньги? Я считаю, да. Знаете, когда вы покупаете красиво, суперспортивную форму, вы себя уже считаете суперспортивным человеком. А уж если вы фитнес-чай пьете, то по-любому суперспортивный человек. А вот здесь тоже для успеха не мам. Когда вы покупаете такую программу, вы понимаете, блин, ну придется теперь заниматься, что-то столько денег уплочено. И, ну как бы, чтобы это не пропадало. Во-вторых, там качественно красивый материал, с которым приятно работать. Все рисунки выполнены в едином стиле. Все красиво заламинировано. Все уголки скругленные. Качество печати хорошее. И когда ребенок, например, ему нравится заниматься, и он просит эти карточки, естественно, живет в меню, то с ним ничего не случается. И вообще все хорошо. И очень нравится. Я считаю, что с ребенком нужно заниматься. Обязательно. Конечно, сейчас мне кажется, что вообще я об стенку говорю. То есть я рассказываю, я прыгаю, а Ливия на меня смотрит, улыбается, ест ягоды, и как бы все. Ничего мне не повторяет, ничего не рассказывает, и не проявляет каких-то особенных знаков внимания к этим книжкам. Но говорят, что сейчас у них пока не звуки из бессознательного. Выдают, ну, как бы, что там у них получилось, язык схожий, вот так и разговаривают. Да-да-да. Потом у них примерно в году пропадает этот рефлекс говорить, что попало. И какое-то время они вообще молчат. Кстати, нам невролог сказал, что вот в тот период грибки какие-то проходят, и многие люди думают, что... Это грибки так повлияли. Да, многие думают, что это из-за приливов у ребенка отказ в развитии. Но на самом деле как раз такая штука происходит. Сначала звуки и слова... условные слова там мама-баба, они из бессознательного. Потом он замолкает и начинает, я не знаю, анализировать, если это можно так сказать, про ребенка годовалого. Он как бы это у себя раскладывает по полочкам, и потом... Многие тоже могут сказать, что раз и резко как заговорил, вот это все накоплено, то, что вы с ним занимались заранее. И разговаривали. Да. В быту очень сложно с ним разговаривать. Постоянно. Я иногда себя чувствую бьюти... не бьюти-блогером, а тот, кто влоги все время ведет. Я с ним стараюсь разговаривать там. Я сейчас иду варить кофе. Я достаю молоко, холодильник закрываю, сейчас я включаю кофемашину и так далее. Ты знаешь, в этом плане мне очень повезло с няней. Она и Арсения воспитывала, и сейчас Кристину. Она не замолкает. У нас сидит 2-3 часа с Кристиной, когда Кристина не спит, она не замолкает вообще. У меня в итоге Арсений получился очень молодым, и теперь он меня замолкает. Я думаю, что с Кристиной будет то же самое. Да, мы стараемся разговаривать постоянно. Так что развивайте своих детей, каким способом вы это будете делать. С этими книжками это тоже можно сделать. Главное их любить, не обижать, и вовремя ставить прививку. Но об этом мы поговорим. Поговорим отдельно. И еще есть такая тема. Вы можете просто подписываться на разные мамские паблики, и там очень часто делают хорошие рассылки печатных материалов для развития ребенка. Например, ну там карточки для развития речевых навыков к печати можно получить за то, что вы подпишетесь там на кого-то, кому-то поставите лайк. Просто вы подписываетесь, и рано или поздно вы наткнелись на такие рассылки, они очень полезны. Потом самое главное распечатать и заниматься по этому. Все верно. Напишите, какими методиками развития вы занимаетесь, считаете ли вы, что есть в этом смысле или наоборот в этом смысле никакого нет. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.